С юга на север по российскому бездорожью крупные города страны в ближайшее время свяжет необычная карта. На ней отметят дороги, по которым проедет далеко не каждый автомобиль. Чтобы составить подробный и точный маршрут, в далекий путь отправилась квадроэкспедиция. Стартовав в Краснодаре, экстремалы преодолели более 10 регионов. Ровно на неделю остановились в Чебоксарах. Что пришлось испытать участникам пробега и куда они направятся дальше, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Лесными дорогами, бескрайними степями и горными тропами. Если на пути встречаются реки, то их преодолевают вброд. Не пугают участников экспедиции даже болота. Квадроциклы они готовы переносить на своих руках. К таким испытаниям экстремалы были готовы с самого начала. Весной им пришлось штурмовать Горный Кавказ. Вот уж действительно бездорожье. Железные кони работали на износ. Тут даже вообще просто что-то противопоставить этому сложно. Тем более весенний Кавказ с его бродами, снегом, непролазной жижей, еще не просохшими грунтами. И, конечно, уклонами скользкими. Виталий Абрамов стал во главе необычной экспедиции. Известный путешественник и телеведущий уже не первый год удивляет жителей страны подобными проектами. Квадроциклы давно стали его страстью. В этот раз короли бездорожья помогают составлять новую карту. После квадроэстафеты в интернете появится уникальный ресурс. К сайт укажет путь владельцев внедорожников. Но экстремалы не изобретают колесо. На эти дороги нога человека наступает часто. Удивительно, что в какие-то места, в которые мы добираемся, и нам кажется, что мы совершили какой-то такой гражданский подвиг, пробравшись в эти места, там встречаем мотоцикл с коляской, который просто приехал на рыбалку. И он каждый день там ездит по таким дебрям. То есть на самом деле люди, наши соотечественники, привыкли к бездорожью и легко с ним справляются. Вместе с Виталием в неизведанные дали отправляются такие же фанаты бездорожья. Из Чувашии они доперутся в Нижегородскую область. На этом пути участники квадроэстафеты встретят не только болота и зыбкие пески. Очередной этап они называют познавательным. По дороге группа заедет в Шерметический замок, заедет в два монастыря. Один деревянный, очень красивый в лесу. Второй – Макаревский монастырь известный, который стоит на берегу Волги, старинный. Впереди Иваново, Кострома, Ярославль и Мурманск. Остановки только в крупных городах. Здесь экстремалы готовят железных коней к новым испытаниям. На всем пути квадроциклы еще ни разу не сходили с дистанции из-за поломки. По российскому бездорожью этот квадроцикл прошел более 9 тысяч километров. Впереди половина пути. Эстафета финиширует на Кольском полуострове уже в октябре. Мурманский полуостров Рыбачий – крайние точки. Где уже побывал квадроцикл, догадаться несложно. В память о покоренных городах Виталий рисует их название на борту внедорожника. Свободных мест почти не осталось. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.